День добрый, дорогие друзья! Я представляю вашему вниманию анонс аукциона 560. И первый лот, с которого мы начнем, это замечательный лирический пейзаж Ивана Павловича Пахетонова. Иван Павлович Пахетонов родился в Херсонской губернии в 1850 году в семье небогатого офицера и еще в молодости был связан с народовольцами, из-за которых его даже отчислили из Петровско-Разумовской академии в Москве земледельческой, где он учился. Потом после этого он переехал в Новороссийск, где он какое-то время учился на факультете естественных наук. И потом переехал в Одессу, где работал банковским служащим. И именно там он начал делать свои первые шаги в живописи. Его привлекали иконы 14-15 века и привлекали картины старых мастеров. Затем Пахетонов обучался живописи в Италии, а позже во Франции у великолепного мастера Алексея Боголюбова. И именно Боголюбов привил Пахетонову любовь к пробизонской школе, которая прошла лейтмотивом через все творчество художника. Иван Павлович писал в основном небольшие работы на небольших дощечках из красного дерева, которые он грунтовал особым способом. И для написания своих вещей он использовал очень тонкую кисточку, лупу и даже рыбью кисть. Успех художнику пришел сначала в Европе и уже потом в России. Его заметили на выставке в 1871 году. И его миниатюры достаточно быстро покорили известных французских художников и притязательных любителей искусства во Франции. Очень любил его покупать Павел Третьяков, приобрел более 20 картин Пахетонова. Это какой-то чародей-художник, как мастерски виртуозно сделано, как он пишет, никак не поймешь. Чародей писал художник Илья Репин. Также Пахетонов был участником выставок передвижников. И надо сказать, что в это время во Франции картины Пахетонова продавались значительно дороже, чем картины ныне очень дорогих и известных импрессионистов. На аукционе представлена картина художника на прогулке. Конец 19-го, начало 20-го века. И это отличный образец Пахетоновской миниатюры. Мы видим осенний лес на окраине села, где на переднем плане идет человек с собакой в сторону деревни. И слева от него располагается водоем, в зеркале которого отражаются угрюмые тучи осеннего неба. Возможно, это охотник с собакой. Можно даже предположить, что Пахетонов изобразил себя со своей собакой породы Пойнтер. Он был заядлым охотником. Художник отводит в данном произведении больше места к хмурому предзакатному небу, вложив в него всю палитру и драматизм обстановки. Работа выполнена в реалистичной пейзажной манере конца 19-го века. Также считывается влияние барбизонской школы. Он использовал преимущественно пастельные приглушенные тона, которые вместе с широтой представленного пейзажа передают необъятную деревенскую красоту. Пахетонов жил в Украине, России, Белоруссии, Франции и Бельгии, но всю жизнь считал себя русским художником. К сожалению, большая часть наследия художника была утеряна во время Второй мировой войны. И присутствие столь замечательной реалистической миниатюры на нашем аукционе – огромная удача и редкая возможность приобрести этот шедевр. Коллекционируйте и соберите свою коллекцию «Скупить картину». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...